Песня «Совет привечный открывает тебя от роковица» Святая Церковь на Благовещении Такой стихиры открывает смысл нашего с вами праздника явления в мир второй ипостаси Живоначальной Троицы в лице Господа нашего Иисуса Христа Сегодня Святая Церковь величает три единого Бога Отца и Сына и Святого Духа Три лица, а едино Божество Многие люди, к сожалению, не могут понять и вникнуть в эту истинную правду Лишь только те, которых сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит Только те, которые чисты сердцем, они могут увидеть Бога Это все совершалось в земной жизни наших прародителей Адама и Евы Они видели Бога, они беседовали И Слово Божие было к ним, и Дух Божий обитал всегда с ними Поэтому Живоначальная Троица, которую мы сегодня величаем и ублажаем Она живо действенна в нашей с вами жизни Мы с вами сегодня постараемся, насколько это возможно И Бог нам даст вникнуть в историю и понять, какое значение в нашей с вами жизни имеет Троица Где ее можно видеть, как можно с ней общаться Первая страница Библии говорит Сотворим человека по образу и подобию нашим Поэтому Отец творит Слово, которое впоследствии станет плотью Иисусе Христе И Дух Святый, который откроет нам сущность нашего бытия Потому что Бога никто нигде не видел Господь многообразно и много раз беседовал со святыми людьми Авраамом Беседовал с Моисеем Беседовал с другими пророками Правоцами, патриархами и святыми людьми Мы читаем в Библии, как Господь явился в Троице Прославляемый, святому правоцу Аврааму Как дал обетование на все годы бытия человечества и земной жизни Что у него будет семя и произойдет от человека Который будет по сердцу Божьему нести свой жизненный крест Мы с вами видим, совершилось последствие Ибо Господь явился Моисею в купине Господь явился Моисею на горе Синай, вручив скрижали И мы видим уже Бога, Троице Прославляемого в Новом Завете В Новом Завете мы видим, когда Христос пришел на Иордан креститься Отец глаголит «Сын крещается, и Дух Святый в виде голубя сходит на Него» Об этом свидетельствует нам истинный свидетель Иоанн Креститель Второй образ явления в Новом Завете мы видим на горе преображения Бог в Троице Прославляемый Сын преображается перед человечеством Сии три, апостол Петр, Яку и Иоанн, не вкусят смерти Христос говорит, как увидят Царство Божие пришедшее в силе Там сказано «некий», то есть не все Он не открывает, кто не увидит смерти, как уже увидит славу Божию На горе Фавор мы видим преобразившегося Господа Его одежды стали белы, как снег Он стал тем, которым Он был от создания мира Отец благовествует «Сын мой возлюбленный, он нем же благоволик», то есть Его люблю от всей души, и Дух Святый, видя облако, осеняет гору Осеняет пророку и впоследствии уходит из глаз святых апостолов И они видят опять Бога-человека в человеческом образе Мы с вами, дорогие братья и сестры, видим в нашей с вами жизни тоже Живодействующий образ живоначальной Троицы Мы трехсоставны Господь сотворил человека, вдонул дух жизни в человека И мы имеем благодать Святого Духа, который немощна и врачующий, и воскудивающий, восполняющий Поэтому действие Троицы в нашей жизни всегда было, есть и будет Весь окружающий мир свидетельствует нам о бытии Троицы Трехсоставности дерева, солнца, воды, пара и всего того, что окружает нас И мир животных, мир цветений растущих Все это напоминает нам о Троичности Потому что есть корень, есть стебель и есть цвет, который благоухает И сдает благоухание присутствие того, что Господь благоволит в этом всем, что Он создал Святая Троица в Новом Завете еще явила одну величайшую милость По вознесении Господнем на горе Илеонской мы слышим голос Не отлучайтесь от Иерусалима, пока не обличайтесь силой свыше Апостолы в первый воскресный день уже знали о Духе Святом Они были соучастники Духа Святого во всех направлениях жизни человеческой Потому что через них Дух Святый воскрешал умерших Просвещал множество людей И творились великие чудеса Духом Святым Не человеческой природой Потому что немощь плотской природы и Духа Жизнь всегда присущны В 50-й день после воскресения Христова ученики собрались в горнице Которую мы с вами все знаем, где она находится в Иерусалиме Многие были там В виде шума, ветра начались снисходить языки на всех апостолов, сидящих в этой горнице И Дух почил над каждым апостолом, в том числе была Божья Матерь И они начали говорить на разных языках Для тех людей, которые пришли со всех концов, чтобы побывать на празднике Куще Праздник Пятидесятницы Ветхозаветной И они слышали все хвалу Богу Которые славили Бога на всех языках И говорили об одном О милости Божьей, которую Господь послал для человека Для нас с вами, возлюбленные во Христе, братья и сестры Этот день, это рождение нашей Святой Церкви Церкви, которая нас ведет по жизни Церкви, которая нас спасает Церковь, которая открывает нам входы в тихую пристань Царства Небесного Вот здесь как раз заявил Господь свою милость в троечесности Божества Поэтому мы благодарим Бога за великую милость Что из небытия мы пришли в этот мир Мы благодарим Бога за то, что Он посылает в мир единородного своего Сына Который спасает нас Который облегся в нашу с вами плоть Или вернее нам дал быть подобным Ему И Дух Святый, который снисходит человека в таинстве крещения Он изобильно дает нам возможность общаться с Богом Потому что все Духом Святым живет и движется В этот день, как я уже сказал, в своем скудном слове Родилась наша Святая Церковь Апостолы, которые получили преемственность благодати Святого Духа Господь возложил на них руки свои в виде огненных язык И распространил их по всей земле Он предупреждал не один раз Что придет время, вы разойдетесь Будете свидетелями моими даже до края земли Он сказал, чтобы ничего с собой не брать Он сказал, чтобы придя в дом, где принимают мир божественной любви Оставайтесь там, не отходите до того времени Пока не совершите то, что я вам открыл То, что я вам дал То есть просвещение человека к призванию Царству Небесному Поэтому самое главное сегодня Хранить единство веры Хранить то историческое предание рукоположения Которое дает возможность Приемственность Церкви Через рукоположение апостольское до сегодняшних дней И на мя грешном Благодать Святого Духа почила Через рукоположение первосвятителей Которые совершили таинство рукоположения Избирая человека на служение апостольское и епископское Христос сказал через апостола Павла Особенности, что придет время Когда я отойду от земного жизненного пути Между вами явятся лжехристы, лжепророки Которые будут стараться соблазнить вас И свести с истинного пути Поэтому будьте очень внимательны Будьте осторожны Не всякое учение принимайте Не всякого Духа слушайтесь Но только Духом премудрости Духом разума Духом святым Который действует лишь только в Церкви Христовой Того Духа слушайте И Он научит вас и наставит вас Сегодня мы видим Это сбывается с точностью Предобрявши ли я веру Сегодня все говорят Бог един Тогда почему столько верований Мы говорим, что любим Бога Почему мы ненавидим брата Мы ходим в каких-то законах Написанных человеком Но почему-то перед нами нет заповедей Господних Нет тех слов Которые человек должен сказать Если будет Богу угодно Я сделаю то-то и то-то Как говорит апостол Павел Своим ученикам Сегодня мы счастливы Мы счастливы, что мы в святой Соборной канонической церкви Мы счастливы в том, что мы с точностью Соблюдаем учения церковные Апостольские Потому что через них Через этих мужей Дух Святый Наставляет Просвещает И вразумляет нас Мы видим, как Господь Мудро устроил жизнь Патриарху Авраама И его детей Мы видим, как Господь Беспокоился о израильском народе Выводя его из Египта Мы видим и в 20 веке Когда, казалось бы, безбожная власть И в 21 это совершается Уже невозможно больше жить Церкви Христовой Церковью не человек руководит Не какой-то предстоятель Церковью руководит Христос И он избирает мужа по своему сердцу Если человек делает расколы Если человек вносит в общество смуты Если человек учит не так, как нас научили Это не Божий человек Это человек от Духа Лукава Который вводит человечество К сожалению, сегодня большинство Спасительного пути Пути погибельному Пути, который низводит человека В преисподней земли Сегодня мы просим Царю Небесный, утешителю святых Приди вселисяны и очистины Вот всякие скверны Души святые, правые Души, которые очищают человека Дух, который дается в таинстве Крещению, обновляя человеческую природу И усыновляет нас Отцу Небесному Не остави нас на жизненном пути Не дашь попасть в руки Врагорода человеческого дьявола Но сохрани нас От всякого зла Да хранит вас всех Господь С праздником Пятидесятницы Живоначальной Троицы Хранися Господь Субтитры создавал DimaTorzok